Добрый вечер, друзья. Звук мы проверили, все хорошо. Видно и слышно. Итак, мы будем начинать. Итак, мы начинаем. Добрый вечер, дорогие мои друзья, наши единомышленники, партнеры, коллеги. Сегодня мы с вами продолжаем цикл по дупликации, который называется «Простые шаги, приводящие к успеху» или первые шаги, ведущие в наш маленький бизнес, который, в принципе, впоследствии может стать большим. Меня зовут Любовь Федорова, я региональный куратор Латвии и спикер по дупликации. Свою тему я разбила на 8 таких больших тем, под тем, наверное, да, потому что у нас существует определенные 7 задач, которые мы осуществляем, учимся решать, когда строим свой бизнес, когда мы приглашаем людей в команду, когда мы им помогаем делать свои первые шаги. И эти 7 задач, они очень важны. Сегодня у нас тема презентации, мы поговорим о презентациях проекта, поэтому, так как тема очень большая, то я ее разбила на 2 вебинара, поэтому у нас 7 задач превратились в 8 вебинаров. То есть я не оговорилась, их действительно 8. И мы сегодня поговорим о презентациях, то есть что нам помогает их проводить, на что мы обращаем внимание, когда мы проводим презентации, как мы готовимся. То есть это все очень важно, что нам нужно знать, что нам нужно использовать в презентациях. То есть мы понимаем, что у каждой презентации есть цель. В данном случае, когда мы говорим о своем проекте, когда мы приглашаем людей в бизнес, Какова наша цель презентации? Первое – заинтересовать человека и получить от него ответ «да». И есть определённые знания, есть определённые инструменты, которые помогают нам всё-таки получить этот ответ. И сегодня мы поговорим о первой части, о том, как получить этот ответ «да», что нам помогает. То есть это будет у нас, можно так сказать, метод четырёх ключей. Расскажем, то есть четыре таких основных этапа, которые мы проходим. Как мы создаём доверие при первом контакте, что такое основной побуждающий фактор и как мы готовимся к презентации. Сразу хочу сказать, что о первых контактах мы уже много раз говорили. Мы говорили о звонках, что для того, чтобы с человеком у нас получился разговор, мы никогда его не ошарашиваем с первой минуты, почему мы его пригласили, о чём мы хотим с ним говорить. Мы говорили, что есть такие моменты, когда человек конкретно знает, чем мы занимаемся, когда мы приглашаем человека, который имеет бизнес или, допустим, у него сейчас рухнул его бизнес, там, не знаю, обанкротился он. Да, это те люди, с которыми мы действительно говорим напрямую. Мы даже перед встречей ему говорим, слушай, хочу поговорить о бизнесе. Да, но есть люди, которым мы об этом не говорим. И вот сегодня мы как раз поговорим о том, как мы к этому подходим. Это теория, можно сказать, методика, не моя, это методика Алана Пиза. Человек, который занимается сетевым маркетингом, заработал свой первый миллион именно в сетевом маркетинге, написал очень много книг по маркетингу, то есть он хороший маркетолог, хороший психолог. И есть такая книга, которая называется «Ответы в вопросах». Он её написал, автор «Ответы в вопросах». И вот можно сказать, по мотивам этой книги я сегодня составила сегодняшний вебинар. То есть нам важно знать, когда мы разговариваем с людьми, что если мы им что-то говорим, если мы им указываем, как и что нужно делать, то к этому очень часто бывает у людей недоверие, у них будет раздражение, они могут даже злиться, потому что многие сами понимают, что если они оказались в какой-то ситуации, которая их на сегодняшний день не очень устраивает, что они попали в какой-то замкнутый круг, который они не могут разорвать или не хотят разорвать. И вполне возможно, что они знают, как нужно из него выходить, что нужно всё-таки предпринимать какие-то шаги, но они по каким-то причинам этого не делают, может быть, даже не хотят выходить из зоны комфортно, может быть, даже не хотят напрягаться, их это устраивает. Хотя где-то в подсознании они понимают, что можно всё по-другому. И если тут мы такой умник приходим и говорим, да я знаю, что тебе нужно делать, да вот я сейчас тебе скажу всё, этот человек настолько может заблокироваться, он не будет вас слышать, он не будет слышать ни одного вашего слова, и вполне возможно, что он может даже быть агрессивен, и встреча, и разговор будет прерван. Но если мы научимся разговаривать с человеком так, чтобы он сам проговорил то, что ему нужно делать, чтобы он сам осознал, это что-то вроде коучинга даже получается, чтобы он сам сказал, что ему нужно делать, какие он видит выходы. Вот это будет его истинная правда, потому что только он лично сам знает истинную правду жизни. Он знает, что ему нужно делать и как. Так, одну секундочку, я посмотрю, как у нас идёт трансляция, идёт на Ютубе, потому что бывают там неполадки. Вот поэтому, когда мы разговариваем с человеком, нам очень важно провести этот разговор таким образом, чтобы он сам сказал, что ему нужно делать, чтобы он сам осознал, какие ему нужны шаги сделать, а не мы ему диктовали. И вот в чём заключается метод четырёх ключей. То есть это нужно в разговоре с человеком растопить лёд, найти горячую точку, нажать на эту горячую точку, ну и получить своего рода обязательства. И сейчас мы поподробнее поговорим об этих ключах. Итак, ключ номер один – растопить лёд. Что значит растопить лёд? Какова цель вот этого действия нашего? Это в первую очередь завоевать доверие. Доверие к человеку, завоевать доверие человека к себе. Можно сказать, понравиться ему. И есть вероятность, что если мы этому человеку понравились, ему хочется с нами общаться, то вполне возможно, что ему понравится то, чем мы занимаемся. Ему понравится то, что мы собираемся ему предложить или предлагаем. То есть мы располагаем человека к себе. И мы уже говорили о корпоративном стиле. Помните, я говорила, что даже во время телефонных звонков нам необходимо одеться, занять позу такую, какая бы была при личной встрече. Так как бы мы были одеты, как бы мы себя вели, и как бы мы даже сидели, если бы у нас, напротив нас был наш собеседник. И вот даже говоря по телефону, мы все эти правила учитываем и соблюдаем. Потому что мы, когда говорим, даже если нас собеседник не видит, у него всё равно складывается какая-то определённая картинка. Наш голос, наши интонации очень многое говорят. И поверьте, если мы будем лежать, там, допустим, женщина будет в каком-то домашнем халате на диване лежать, мужчина в тренировочных штанах, ещё в зубах будет сигарета, и он в это время будет говорить, то есть наклонив вот так вот голову, зажав головой телефонную трубку, а руками при этом, я не знаю, кружка пива и сушёная рыба, он чистит. То есть эта картинка по нашему голосу всё равно на том конце провода нарисуется, да, вот это неуважительное отношение. Поэтому нам для нас очень важно, чтобы при первом контакте у нас создать доверие, у нас образовался вот этот, как сказать, коннект, да, с этим человеком. Очень важно быть в форме в плане того, что нужно соблюдать всё-таки корпоративный стиль. При этом мы при встрече, сейчас мы говорим конкретно о встречах, при этом мы при встрече говорим первым, представляемся, если мы, допустим, по рекомендации с человеком встречаемся, да, если это наш какой-то уже знакомый, то, конечно же, мы говорим первым. Вот, если мы говорим, представляемся и говорим, чем мы занимаемся, человек не знает, чем мы занимаемся, то в обязательном порядке мы проговариваем. Очень хорошо использовать такие фразы, занимаюсь стартапами, которые приносят долгосрочную прибыль, поддерживаю инновационную транспортную технологию. То есть мы не говорим, что я представитель компании, да, это очень громко звучит, на самом деле мы никакие не представители компании. Мы только люди, которые проинвестировали, которые, правильно сказать, заключили с компанией договор конвертируемого займа и поддержали финансово развитие проекта и ждём пока что результатов, да, и ищем таких же людей, как мы, которые готовы поддержать для того, чтобы наш проект быстрее осуществился, а мы закончили 15 этапов. Вот на самом деле какова наша позиция, кто мы есть в этом проекте. Вот, от корпоративного стиля, да, я сказала, то есть очень важно, чтобы мы были в форме. Ну, как бы в форме, я имею в виду, в хорошем настроении, да, и чтобы мы соблюдали всё-таки корпоративный стиль. Дальше, ключ номер два – найти горячую точку. Вот это вот такая очень большая тема. Что такое найти горячую точку? Это выявить основной побуждающий фактор. И когда мы начинаем его выявлять, выяснять, что это такое, и вот давайте так, по-другому, основной побуждающий фактор – это та движущая сила, которая мотивирует и ведёт нас, иногда подталкивает, иногда жёстко заставляет действовать. То есть те обстоятельства, которые заставляют нас выйти из зоны комфорта. И это могут быть, как бы сказать, два направления. Либо мы чего-то очень хотим, то есть это наша цель, это наша мечта, это наше огромное желание, и мы к этому идём. Это будет нашим основным побуждающим фактором, который заставит нас действовать. Либо это могут быть какие-то очень тяжёлые условия, и это будет вынужденная мера. То есть мы для того, чтобы прокормить своих детей, допустим, вынуждены выходить из зоны комфорта и что-то делать. Вот это будет, вот эта вот нужда, вот это тяжёлое наше положение, это тоже будет на сегодняшний день основным побуждающим фактором, который заставляет человека действовать и что-то делать. Ну, какие могут быть вот эти факторы у людей разные, да? То есть они могут быть разные. Их может быть несколько. Они очень часто не совпадают с нашим, и это нужно тоже учитывать. Допустим, для кого-то очень важен просто дополнительный доход. Для чего-то. У него есть какая-то цель, у него есть основной доход, и ему для его цели не хватает вот ещё немножечко. И ему нужен просто дополнительный доход. И он соглашается поучаствовать в этом проекте, да? Кому-то нужна полностью финансовая независимость. Поэтому он делает очень много действий, движений, всё, что он в жизни делает, это только для того, чтобы достичь вот этой финансовой независимости. Кто-то просто давно мечтает открыть свой собственный бизнес, потому что давно работает на дядю, и ему нужен, ну, это самое, ему нужен, в общем, свой собственный бизнес, чтобы он был сам себе начальник и хозяин. Кто-то занимается тем же сетевым маркетингом или, допустим, идёт в наш бизнес, потому что понимает, что, занимаясь этим бизнесом, будет как раз до больше свободного времени. Потому что человек хочет путешествовать, ещё что-то. А так получилось, что когда он работал, ну, как от звонка до звонка, да, каждый день, полный рабочий день, то у него совершенно нет свободного времени для какого-то своего хобби или какого-то ещё любимого занятия. Вот он понимает, что да, мне этот проект нравится, потому что здесь у меня высвобождается очень много свободного времени. Для кого-то личностный рост, у нас он тоже существует. То есть очень, как бы, любой вот этот, это основные побуждающие факторы, которые существуют. Вот это вытяжка такая, да, но все они подходят, абсолютно подходят к нашему проекту, потому что участие в нашем проекте помогает осуществить любой из этих пунктов. Личностный рост, пожалуйста, мы растём, мы развиваемся, мы делаем структуру, мы растём по статусу, дальше мы можем даже достичь каких-то, там, даже стать тем же спикером, не знаю, куратором своего региона. Это тоже уже получается, ну, здесь, наверное, больше карьерный рост, да, вот, но у нас проходит очень много семинаров, у нас был коучинг очень большой, десятимодульный, да. Сейчас вот тоже новое направление, мы запускаем обучение, поэтому здесь тоже всё это есть. Помощь другим, какие-то новые знакомства, это тоже у нас есть, потому что мы знакомимся с новыми людьми. На сегодняшний день мы такая огромная команда, хоть и говорят, что сетевые компании нельзя назвать большой командой, потому что все команды в разных странах, разных городах, но мы не сетевая, у нас немножечко есть другое, что нас объединяет, да, и встречаясь в Минске ежегодно, я даже не буду делать никакие акценты на всякие там пандемии, я всё равно считаю, что мы встречаемся ежегодно все вместе большой компанией, и мы можем сказать, что мы всё-таки команда, да, и мы только зовём и приглашаем, присоединяйтесь к нам. Сейчас тоже есть, немножко позже скажу об этом, да, возможность опять встретиться большой-большой-большой командой. Ну, также можно уйти с какой-то своей основной работы, да, и заняться конкретно собственным бизнесом. Может быть, кто-то просто хочет оставить наследство своим детям, ну, и, может быть, кого-то волнует будущее планеты. У нас это тоже есть люди, которые занимаются, допустим, той же экологией, защитой окружающей среды. И у кого-то это профессионально, кто-то это от души хочет делать, допустим, сортирует мусор и, приходя на озеро, в первую очередь, убирает тот мусор, который оставили другие посетители, да. Это тоже называется, что человек беспокоится о природе, экологии, а и о будущем вообще нашей планеты. Вот, потому что сама личность в таких ситуациях очень часто оказывалась, когда ты приходишь на озеро отдохнуть, а там мусорник. То есть, в первую очередь, что достаем мешки, убираем территорию, а потом только располагаемся, ставим палатки для того, чтобы отдохнуть. Вот. И для того, чтобы правильно выявить основной побуждающий фактор человека, если мы его не знаем, если мы не знаем этого человека, если мы не знаем, что его побуждает, какие у него цели в жизни, тогда нам помогут пять золотых вопросов. Сейчас мы о них поговорим. Но есть ситуации, когда мы можем сами выяснить. Мы это можем выяснить в разговоре, или мы очень много уже об этом человеке знаем, и мы можем сразу начать с того, что мы знаем его ситуацию, мы знаем, что ему нужно, мы знаем, о чём он мечтает. Сейчас я вам, давайте я даже вернусь к этому списку и расскажу вам сначала две такие истории, постараюсь очень быстро, в которых я лично сама оказалась, ещё не знала ничего про этот основной побуждающий фактор. Была у меня одна знакомая, у которой был тоже свой бизнес, у неё был свой салон, она косметолог, она в сфере красоты проработала всю жизнь, зарабатывала очень хорошо, не очень много клиентов. И когда предложила ей поучаствовать в проекте, она сначала скептически задавала какие-то вопросы провокационные. Ну, я уже понимаю, что всё, я, наверное, не буду больше терять время, не буду больше с человеком разговаривать, потому что, ну, не хочу. Я говорю, знаете, Татьяна, давайте, наверное, так. Если вам это интересно, вы просто скажите, что это вам неинтересно, потому что не надо мне задавать никакие провокационные вопросы. Я в проекте на тот момент уже пошёл второй год, я сделала совершенно осознанный выбор, я знаю, что я буду идти до конца с этим человеком, помогать Анатолию Эдуардовичу. Для меня это человек, на который мне хотелось бы равняться, на который мне хотелось бы быть похожей, взяв его вот, учитывая его это упорство и силу воли и всё остальное. Поэтому давайте так, я вам предложила, вам не нравится моё предложение, всё, мы разговоры закрываем. Она говорит, нет, я не хочу закрывать разговор, я хочу, чтобы ты сейчас убедилась, что мне это надо. Я говорю, послушайте, я вас убеждать не буду, что вам это надо. Вы сами должны принимать решение, надо вам это или не надо. На сегодняшний день я понимаю, что вам это не надо. Потому что я, например, сама пришла сюда, потому что мне хотелось сделать доброе дело, мне очень волнует экология нашей планеты, мне очень хочется, чтобы для наших детей, для будущих поколений эта технология всё-таки состоялась, чтобы они ездили на недорогом, красивом, невероятно фантастическом транспорте, который не наносит никакого вреда ни людям, ни животным, ни экологии. Кроме того, зная, насколько этот человек просто для меня гений, я просто хочу его поддержать. Даже если ничего не получится, я всё равно буду с ним в этом проекте. Она говорит, о, вот это мне и надо. Мне тоже ничего не надо. Но поддержать экологию и сделать что-то для будущих поколений мне очень хочется. Поэтому хорошо, всё, я буду. И она реально, она взяла несколько рассрочек. То есть всё, она включилась. Но я, честное слово, я даже не могла предположить, что именно это её заинтересует. Поэтому и речь сегодня о том, что очень важно понять, что для человека является основным побуждающим фактором, потому что он совершенно может не совпадать с нашим. И второй случай – это мужчина, которого я знаю много-много лет. С молодости он очень мало, как мы говорим сейчас, тусовался где-то на каких-то там вечеринках. У него было обучение, образование. Он читал, не читал детективы, он сказал, мне это всё неинтересно. Он читал какую-то научную литературу, образовательную литературу. То есть человек получал два высших образования. Вот он говорил, я хочу научиться зарабатывать деньги головой. Я не хочу работать спиной и руками, да, лопатой. Я хочу научиться зарабатывать, зарабатывать много, и чтобы мне это не доставляло особого труда. Поэтому он очень много времени в своей жизни потратил на образование, на то, чтобы сделать свой бизнес. У него всё получилось. У него появился свой бизнес, у него получился хороший доход. И я узнаю, что он, оказывается, иногда ночами, иногда в выходные заключил договор и выезжает таксовать. Я ему говорю, послушай, у тебя есть доход, у тебя есть бизнес. У тебя, в принципе, вроде бы всё хорошо. Тебе на всё хватает. На семью, на детей, на отпуск. У вас же всё, и зачем тебе это надо? Это же достаточно сложно, по ночам не спать, ездить в такси. Это же, ну, даже хобби не назовёшь. Потому что, ну, ночную смену отработать, прийти, принять душ, позавтракать и пойти на работу в офис, ну, это же, наверное, не очень легко. Вот. На что он ответил, я немножко думаю о будущем. И я себе вот сделал такую фишечку, что всё, что я зарабатываю в такси, я откладываю. Я откладываю на будущее детям. То есть я просто закидываю это в копилку, и этих денег как будто бы нет. Я иду туда, когда есть возможность, я иду туда, когда у меня есть сила. То есть я себя не пересиливаю. Но вот это самое. Я говорю, послушай, ну, ты же умный человек, ты же понимаешь, что можно во что-то инвестировать, можно же по-другому заработать. Он говорит, ну, не знаю. Говорит, ну, наверное, можно. Но как-то у меня всё рассчитано, то есть деньги как бы с неба не сыпятся, но всё, что я зарабатываю, у меня как-то рассчитано. И... А тут вот дополнительный доход и достаточно неплохой доход. Говорит, и мне прикольно, я знаю, что я за какое-то определённое время соберу эту сумму. Я говорю, ну, а через сколько времени ты планируешь вообще прикоснуться к этим деньгам, когда они тебе понадобятся? Он говорит, ну, когда дети подрастут. Говорит, ну, лет через 10. И вот оно. Я ему говорю, так, послушай, смотри, у нас есть пакеты для детей. То есть понятно было, он хотел что-то откладывать для детей. Потому что бизнес был не настолько велик, чтобы там были большие суммы. И мы начали с того, что я ему рассказала о наших пакетах, которые на тот момент у нас уже были пакеты для детей, детские эти пакеты. Не могу понять, почему мне так темно. Вроде в комнате очень светло, а изображение очень тёмное. Вот, начали мы с пакетов для детей. С таксованием он не сразу расстался. Он всё равно ещё какое-то время всё-таки зарабатывал. Он говорил мне, так даже интересно было. Он говорит, ну, рассрочку выплачивать же тоже деньги нужны. Ну, это была такая, в принципе, можно сказать, это была уже шутка, потому что, по большому счёту, уже из своего бизнеса на рассрочке у него деньги были. Да, но сам факт, что когда я поняла, что человек, у которого всё есть, ему важно было что-то собрать для детей, когда они вырастут, потому что сегодня они ещё маленькие, да, у нас тоже было, что ему предложить. И вот это был его основной побуждающий фактор, потому что всё остальное у него уже было. То есть вот в этом ещё раз говорю, что здесь я ещё не знала никакую науку, как его выявлять, да, я не знала про эти пять золотых вопросов, но вот в процессе разговора получилось так, что он выявляется. И по большому счёту каждый из вас может это делать. Просто эти вопросы немножечко помогают, они, знаете, они работают как какая-то определённая методика. Вот так вот, да. Итак, смотрите, мы спрашиваем человека, что для вас важнее всего в жизни? И он начинает говорить. Даже мы можем сделать так, вот эту вот листочек, может быть, карточку такую, где перечислены все вот эти побуждающие факторы, даже дать ему и сказать, посмотри на вот этот список и скажи, вот здесь есть то, что для тебя сейчас важнее всего в жизни? Если да, он выбирает, если нет, он назовёт что-то своё, скажет, нет, вот здесь нет, то для меня важно вот это, 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 да. Вот, что для вас важнее всего? Ну, допустим, давайте рассмотрим такой банальный вопрос, но очень бытовой и очень понятный, да. Человек говорит, у меня маленькие дети, я хочу обеспечить их будущее, вот, поэтому мне очень важно заработать, отложить, не знаю, скопить денег для того, чтобы я мог дать хорошее образование детям. Вот, для меня важно скопить определённую сумму, либо я её скоплю, либо я её заработаю, либо я, может быть, сделаю что-то, короче, чтобы она у меня, эта сумма появилась, когда дети подрастут, чтобы у меня было на что её, их обучить, допустим, дать им образование, дорогое образование. Вот, кроме того, наверное, ну, давайте дом ещё возьмём, да, я хочу дом, я сейчас живу в квартире, у меня детки маленькие, но я бы хотел свой хороший большой дом. Почему вы выбрали именно это? Ну, как почему? Потому что сейчас дети маленькие, в квартире места мало, они растут, каждому нужна своя комната, детям дети подвижные, им нужен свежий воздух, я хочу, чтобы они выросли здоровыми детьми, поэтому в доме, где у каждого будет своя комната, где будет большой двор, где будет простор, свежий воздух, то есть детям уже даже просто сама территория, где они находятся, уже намного лучше, да, плюс, если я смогу заработать деньги, допустим, он выбрал, ну, скажем так, финансовую независимость, да, или дополнительный доход, пусть будет дополнительный доход, на который он хочет купить дом, да, и дать образование детям, вот пусть будет дополнительный доход. И вот он говорит, да, и я хочу всё-таки квартиру поменять на дом, вот по вот этим вот причинам, которые я проговорила, ну, и плюс я хочу, чтобы у ребёнка дети получили хорошее образование. Образование сейчас платное, поэтому на него тоже нужно копить. И мы понимаем, что чем лучше специальность, тем дороже она стоит, да. Почему именно это для вас является наиболее важным? Он говорит, ну как? Мы как будто бы задаём человеку третий раз один и тот же вопрос. И он третий раз, чтобы убедить нас, а на самом деле он это сейчас проговаривает для себя, он проговаривает то же самое. Ну как, почему? Потому что я не хочу всю жизнь прожить в этой квартире двухкомнатной с двумя детьми, я хочу, чтобы у меня своя спальня была, я хочу, чтобы у каждого ребёнка была по комнате, я хочу, чтобы у меня был хороший светлый дом, я хочу, чтобы у детей было образование, чтобы мне не приходилось там на трёх работах работать, даже когда они пойдут учиться. Я не хочу, чтобы они подрабатывали по ночам, а днём шли на занятия. Вот почему для меня это важно. Для меня важно иметь доход дополнительный, для меня важно заработать денег больше, чем у меня сейчас есть. А что произойдёт, если у вас не будет, вы не сможете получить всего этого? То есть что у нас происходит? Мы три раза его спрашиваем, он три раза всё больше, всё подробнее нам рассказывает ту картинку, которую он видит, там, как говорится, вот там впереди, да, он видит свой дом, он рассказывает, какой это дом, он видит, какие счастливые дети в этом дворе, он видит своих взрослых детей, которые получают шикарное образование, то есть он трижды нам рассказывает свою цель в подробностях. И это он делает для себя, не для нас, мы уже поняли, он это делает для себя. И он уже эту картинку нарисовал, и он уже эту картинку увидел. Возможно, отвечая на третий вопрос, он будет, может быть, с раздражением, а может быть, он будет с таким уже восхищением говорить, что как, вот это для меня самое важное, потому что будет вот так классно, у меня будет дом, у меня дети будут образованы. И мы говорим, а что произойдёт, если у вас не будет возможности это получить? Мы у него отбираем эту картинку, он только что её увидел, он себя увидел там, и мы ему говорим, а если у тебя не будет возможности? Мы у него отобрали. Он говорит, как, что произойдёт? Я буду горбатиться на нескольких работах, мы всю жизнь проживём вот в этой двухкомнатной квартире, дети будут озлобленные, им придётся самим себя обеспечивать, платить за своё образование. Если я не смогу скопить денег, значит, им придётся подрабатывать. Вот, то есть как бы он уже видит, но на самом деле он сейчас видит некрасивую, ну, такую грустную картинку, и ему очень не хочется расставаться с той, в которой он только что был, которую он три раза вот так вот ярко нам описал. И мы задаём ему четвёртый вопрос, да? Почему это вас так волнует? Он говорит, ну как это может не волновать? Ну, потому что я не хочу в этой квартире остаться, потому что я хочу в доме. Я не хочу, чтобы я работала на двух работах, жена работала на двух работах для того, чтобы мы могли хоть как-то улучшить свои жилищные условия, а потом чтобы дети либо получали какое-то недостаточное образование и тоже работали по найму, и, может быть, не очень хорошо зарабатывали. Да, мне хотелось бы, чтобы они закончили, может, какие-то бизнес-школы, чтобы они, свой бизнес какой-то у них был, и чтобы они были самостоятельными, образованными людьми. Поэтому меня это волнует, это моё будущее, да? Всё, мы поняли. Во-первых, человек сам полностью уже всё по полочкам разложил. Он понял, что ему нужно делать. Он понял, чего он хочет. Он чётко нарисовал себе картинку красивую, и он чётко увидел, что будет, если вдруг, ну, если вот эту картинку, картинка не осуществится, его мечта. То есть он уже понимает, что ему нужно действовать. То есть мы в нём разбудили. Это в нём сидело, и он, возможно, где-то в бессонницу это продумывал сам. Но не проговаривая это вслух, не делая вот такие вот яркие акценты, не вызывая его на такие эмоции, если бы никто не вызывал на такие яркие эмоции. У него так это мысли, потом утром проснулся и пошёл опять туда. А тут мы вызвали у него яркие эмоции, и он понял все за и все против. Он понял, когда это есть, вот этот плюс, и он понял минус, когда этого нет. И когда вы ему делаете предложение, вот тут-то мы понимаем, о чём мы можем с ним говорить, и на что мы можем делать акценты, делая ему презентацию нашего проекта. Потому что я как бы повторюсь, что я уже вначале сказала, что люди выходят из зоны комфорта только в двух случаях, когда им это нужно, когда это вынужденная мера, так же, как и при покупке. Человек что-то покупает, если ему это нужно, необходимо. Вот он сварил суп, ему нужна поварёшка, потому что ему нечего налить этот суп в тарелку. И он купит эту поварёшку, она им просто необходима. Или когда они чего-то очень хотят, он сварил суп, у него есть поварёшка, у него есть даже простая тарелка, но он хочет поесть этот суп из очень красивой тарелки. Он хочет. И он тогда эту тарелку себе купит, потому что ему просто очень хочется поесть этот суп из красивой тарелки. То есть это вот что касается вот этих вот, когда человек покупает, да, мне кажется, это очень легко понять. Это очень такой банальный простой пример, когда мы его легко понимаем. То есть так же и выход из зоны комфорта. Либо это вынужденная мера, потому что связанное, прям, не знаю, жизненно важное, да, либо когда это мечта, это мечта, это цель, я очень этого хочу, я обязательно этого добьюсь, да, я выйду из зоны комфорта, чтобы туда пойти, вот. И вот как раз наша задача в первую очередь выяснить вот эту настоящую потребность человека. Как только мы выясняем настоящую потребность человека, всё, мы можем приступать к презентации и делать ему предложение. И вот это называется нажать на горячую точку, да, то есть всё, мы её нашли, мы её нашли, и мы на неё нажимаем. То есть как мы на него нажимаем? Мы делаем презентацию, мы делаем презентацию чётко с тем акцентом, о котором мы только что поговорили. Смотрите, в моём случае человек сказал, что он хочет помогать планете, поэтому, рассказывая о презентации, я рассказываю очень много о том, какой наш транспорт, именно как он, насколько он безопасен. То есть я рассказываю о экологичности, о безопасности этого транспорта, о том, что это будет дёшево, что он будет доступен каждому человеку, это помощь вот этим всем людям, да. То есть всё, я понимаю, на что делать акцент. И она говорит, ну что дальше, что дальше, всё, выбираем пакет и поехали, да. То есть я сделала акцент на то, что нужно было ей. Когда я говорила с человеком, который ночью ходит таксовать, потому что он хочет в копилочку складывать для детей на будущее какие-то деньги, там, на счёт в банке, не знаю, он сказал, это моя копилочка. Я даже не спрашивала, это у него коробочка дома стоит, там мешочек под матрасом, под кроватью, да, или это счёт в банке. Да, он сказал, копилочка для детей, я наполняю в детскую копилочку. Вот, я ему сказала, для детской копилочки у нас есть детские пакеты, которые не только у тебя будет номинальная потом стоимость, да, она ещё обрастёт дивидендами, пока ребёнка исполнится 18 лет, когда ему понадобятся эти деньги. Через 10 лет этот пакет превратится, ну, в приличную сумму. Вот, то есть мы, когда делаем презентацию, мы конкретно говорим, ну, делаем акцент на то, что мы только что выяснили, на то, что именно важно для этого человека. Если он говорит, мне важна финансовая независимость, мы ему говорим, у нас через какое-то время вы действительно будете финансово независимы, потому что такой-то, такой-то пакет, потому что какие у нас последствия? Мы заключаем договор конвертируемого взаима, когда эти акции будут конвертированы, то мы получаем дивиденды, да, то есть мы на это делаем акцент. Кто-то говорит, мне нужен дополнительный доход сегодня и сейчас. Здесь мы на что делаем акцент? На маркетинг, на то, что у нас хороший маркетинг, за то, что у нас есть 15% за привлечённую инвестицию. То есть и неважно, это будет дядя Стёпа из соседнего подъезда, который тысячу положит, да, или это будет какая-то юридическая фирма, которая там 50 тысяч захочет инвестировать. Неважно, ты всё равно свои 15% получишь. То есть мы понимаем, как нам сделать акцент, и в этом нам как раз помогает наш выявленный основной побуждающий фактор. Вот. Что мне хочется сказать о презентациях? Мы, я часто говорю, что если вы новичок, то лучше всего не делать эти презентации самостоятельно на первых порах, лучше их пригласить на какой-то вебинар, где у нас рассказывают специалисты о технологии, где у нас либо с хорошей практикой уже люди могут и о построении структуры, и о маркетинге рассказать, да, поэтому мы всё-таки приглашаем на встречу на троих, да, желательно так. Неважно, это онлайн-встреча или это оффлайн-встреча, вот. Но бывает так, что нам самим приходится рассказывать. Вот всё. Такая ситуация, мы попали, случай, всё, мы должны с вами рассказывать. Тогда что мы делаем? Конечно, лучше всего использовать уже готовые презентации. Они в личном кабинете у нас есть, в материалах для партнёров, да. Вот, ну, в разделе партнёров у нас там есть и лендинги хорошие, как рекламные такие проспекты и электронные, да, вот, и готовые уже презентации. То есть есть большие, из них мы можем сами нарезать что-то более маленькое, мы можем их скачать и сделать себе несколько презентаций, презентацию на 5 минут, презентацию на 15, презентацию на полчаса, да, в зависимости, сколько мы слайдов захотим показать. Там очень много хороших, красочных картинок, где мы можем рассказать о технологии. Вот. Главное, есть определённая структура, когда мы говорим о проблемах, которые существуют, какое есть решение, какое наша компания предлагает решение, да, и какая возможность участия, да. Мы же всё-таки человека в бизнес приглашаем, чтобы он поучаствовал. Мы рассказываем, каким образом он может участвовать и каким образом, это самое, ну, то есть его возможности. Вот. Естественно, мы используем ролики с официальных каналов и всякую печатную литературу, да, у нас есть. Сейчас уже мы не делаем, как раньше, что мы могли там напечатать, разослать, либо привезти какую-то литературу. Сейчас все брошюры у нас в электронном виде есть, и их можно заказать и самим типографии отпечатать в своих регионах или, может быть, для своей структуры, вот. Дальше мы, конечно же, говорим про инвестиционные возможности, потому что всё-таки мы говорим сейчас о бизнесе. Если мы с человеком говорим о его какой-то дополнительном заработке, доходе, да, или о финансовой независимости, мы, конечно же, говорим об инвестиционных наших возможностях, какие у нас есть программы, какие у нас есть условия финансирования. Ну и приглашаем в бизнес, то есть знакомимся с маркетингами и всеми возможными заработками, возможностями заработка. То есть это всё мы делаем на своих презентациях. Очень хорошо в личной беседе, опять-таки, понимая основной побуждающий фактор этого человека, мы делаем чётко-чётко-чётко акценты. И мы прям, знаете, даже очень хорошо использовать те же фразы, которые говорит он. Вот, допустим, он говорит, я хочу уйти с работы, потому что мне это всё надоело, я хочу заняться чем-то своим. Вот. И мы когда говорим, вот смотрите, вот так и так, и у вас вот здесь будет возможность заработать по маркетингу, получить свои 15%, и чем больше у вас будет таких приглашённых людей, тем быстрее у вас появится возможность уйти с вашей работы, да. То есть мы можем задавать вопрос ему. Вот он нам говорил, 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 и потом он говорил, что хочу уйти с работы, да, хочу заработок, и вы ему говорите. Ну вот вы хотите дополнительный заработок, это же означает, что вы хотите, если он у вас появится, значит, вы действительно уйдёте со своей работой? Ну да, конечно, я уйду. То есть мы, то, что он проговорил, мы повторяем, мы повторяем, и опять-таки, как мы говорили, чтобы быть с ним на одной и той же волне, и чтобы показать ему, что мы совершенно понимаем, о чём у нас идёт разговор. Мы понимаем его потребности, мы понимаем его проблемы, а не так, что он нам говорит одно, а мы ему толпичим что-то другое. Есть, ну давайте, да, закончим с презентациями. Что нужно для подготовки к беседе? Ну это уже так, в первую очередь мы просматриваем последние новости, да, что у нас сейчас произошло, для того, чтобы мы могли поговорить и рассказать, что у нас на сегодняшний день происходит. У Юницкого есть книга «Сто вопросов, сто ответов». Там очень много, очень много интересных моментов, там есть какие-то технические данные, потому что есть такие люди, мы поговорим об этом на следующем вебинаре по психотипам людей. Есть такие люди, которые могут задавать очень, можно сказать, каверзные вопросы. Для нас они могут быть каверзные, если мы в этом ничего не понимаем, потому что кто-то технарий, он хочет технические вопросы задать, и ему будет очень приятно с нами разговаривать, если мы будем компетентны, если мы сможем им ответить. Если он спросит, ну а в чём безопасность там этого рельса, да, и если мы ему сможем это объяснить, как устроен этот рельс, и там в чём уникальность этого рельса, ну и что, ну вон рельсы, пожалуйста, на земле. Да, если мы всё-таки будем подкованы, будем компетентны и сможем ему объяснить, это только нам огромный плюс, и это говорит о том, что этому человеку с нами будет интересно разговаривать дальше, потому что он понимает, что он разговаривает с понимающим, знающим человеком, который может ответить ему на его вопросы, которые его интересуют. Да, поэтому, когда мы заглядываем вот в эту книжечку «100 вопросов, 100 ответов», мы там можем тоже найти очень много интересного. Конечно же, какой-то каталог, какой-то журнал у нас, они тоже есть, и скоро будут новые, вот, потому что сейчас будет большая выставка в Дубае, я думаю, там все события тоже нужно осветить, плюс к этому моменту у нас уже, мы знаем, что мы получили ещё несколько новых сертификатов, поэтому, конечно, я думаю, что у нас скоро будет новый каталог. Вот, какие-то буклеты, которые, если мы приличные встречи, очень хорошо, если у нас есть с собой какая-то литература, которую мы можем подарить, не просто прийти, открыть, показать, да, и закрыть и положить в свою сумку, потому что этот журнал, допустим, дорогой, или он у меня уже остался единственный, да, но всё-таки иметь что-то, что мы можем оставить этому человеку. Вот, распечатанный список инвестиционных пакетов и промо-акций. Это тоже очень важно. У нас такой литературы нет. Мы когда-то пробовали такое создавать, но получается, что на каждый этап нужно распечатывать абсолютно новые наши возможности, которые есть в кабинете, потому что это закрытая информация. И когда мы человека приглашаем, когда мы ему рассказываем, что есть у нас на сегодняшний день, то ему, конечно, хорошо бы знать и видеть, что у нас есть на сегодняшний день. А видеть он это может только тогда, когда он уже зарегистрируется, у него будет свой личный кабинет. Либо же мы откроем ему свой кабинет, но когда наша беседа закончилась, мы закрыли и ушли. У него не осталось, может быть, в памяти, какие есть возможности, какие есть интересные пакеты. А если мы их распечатаем на отдельные листочки, оставим ему, вот тут же проговорим, ему что-то покажем, может быть, где-то что-то подчеркнём, что-то где-то выделим, отметим, то, что ему было бы выгодно, да, и потом ему оставим этот листочек, он у него будет перед глазами, он будет таким побуждающим тоже моментом всё-таки ещё раз вернуться, ещё раз рассмотреть, ещё раз посчитать. Да, если человек, допустим, не принял сразу решение, он в каких-то ещё сомнениях. Поэтому, так скажем, это закрытая информация абсолютно для новичков, она открыта только для пользователей уже, для зарегистрированных. Поэтому если мы вот этот вот сделаем проспектик сами и оставим, то это тоже будет большой плюсик, потому что у человека будет возможность постоянно иметь его перед глазами. Ну, естественно, конечно, мы, идя навстречу, у нас либо компьютер, либо планшет в обязательном порядке должен быть с собой. Вот. Материалы для презентации сказала, да, что вот есть печатные у нас материалы, видео на официальных сайтах, компьютерные всевозможные презентации, которые мы можем сами сделать, можем использовать абсолютно всё, что у нас есть готово. Вот. По побуждающему фактору хотела ещё сказать одну вещь такую. Давайте один маленький пример, почему всё-таки важно выявить его. потому что у нас может быть он один, у человека другой. И если мы на этой волне, понимая, что я нашла то, что я хочу, я могу достичь того, чем я мечтаю, я могу удовлетворить самую свою самую важную потребность, допустим, ну, давайте какой пример. Ну, давайте уйти с работы, да, всё, вот уйти с работы. Я не хочу на своей работе, всё, вот категорически не хочу, хочу заниматься чем-то другим, я наконец-то могу от этого уйти, я начала заниматься, я ушла, и я рада, я просто рада, здорово. И я прихожу к человеку и говорю, вот, знакомлюсь и рассказываю ему, как было здорово мне, когда я узнала о проекте, потому что у меня была такая работа, я вот с неё ушла, я перекрестилась там 10 раз. И вот ты, вот, допустим, представьте себе, даже ситуацию, которая описывается в книге, да, молодой человек приходит к более пожилому человеку и начинает рассказывать, что, слушай, ты можешь уйти с этой работы, потому что ты там занимаешься мойкой окон в офисах, да, представляешь, это какая работа, это такой тяжёлый труд, ты уже человек практически пенсионного возраста, там, или предпенсионного возраста, и вот занимаешься такой тяжёлой работой, у тебя есть возможность уйти, давай, приходи ко мне, я тебе всё расскажу, и всё, и ты уйдёшь, и забудешь про эту работу, и ты будешь классно, ты будешь зарабатывать, у тебя всё будет. То есть он на своей волне, рассказывая то, как ему классно было, когда он ушёл с той работы, получил вот это своё занятие, которое начал он приносить доход, тут же, так же, начинает рассказывать второму человеку. А этот человек пенсионного уровня, который ещё и на своей работе держится, оказывается, живёт один, у него дома никого нет, ему не с кем общаться, ему дома плохо и скучно, и для него вот эта работа, когда он приходит, моет окна в офисе, когда он общается с людьми там, в офисе, когда его ценят и благодарят за хорошую работу, для него это жизнь, для него это самое важное и самое главное, что у него есть на сегодняшний день, и он с удовольствием идёт на эту работу, и он не чувствует усталости, типа, когда он моет эти окна, и тут ему вдруг говорят, иди ко мне, ты уйдёшь со своей работы, да ему это смерти подобно, сейчас потерять эту работу, он за неё держится, потому что там происходит его жизнь, да, и всё, он, вы думаете, он ответит на такое предложение, он откликнется, он не захочет ничего рассматривать, потому что, ну, ему не надо, ему не надо уходить со своей любимой работы, да, поэтому очень важно выявить, да, понять, что наш побуждающий фактор, побуждающий фактор любого из людей, которые нас окружают, могут не совпадать, поэтому мы его сначала выявляем, выявляем потребности, и только потом на основе этого мы можем разговаривать. Кстати, у нас есть шаблон визитки, который мы разработали, как раз с напечатанным на обратной стороне основными побуждающими факторами, то, что можно конкретно, вот мы выбрали несколько таких основных, которые чётко наш бизнес, наш проект, участие в нашем проекте удовлетворяет вот этим вот пунктом, да, дополнительный доход, собственный бизнес, финансовая независимость, свободное время, личностный рост, новое знакомство, помощь другим и будущее планеты. То есть, мы сделали такую визитку, когда вы знакомитесь с человеком и даёте визитку, вы первая. Можете ничего не говорить, он обязательно увидит, ой, а что это такое, да, то есть люди не привыкли к тому, что вот есть вот, вот что-то такое подобное есть на обратной стороне визитки. У кого-то там может просто номера, не знаю, но вот вас всё равно спросят, увидев первый раз, вас спросят, что это такое, и вы можете сказать, да, кстати, посмотри, а что для тебя в жизни самое важное, да, и пусть он вам скажет, и вы ему отметьте это, отметьте ему это, его заинтересует, и вы ему скажете, вот давай, если ты хочешь, вот чтобы вот это у тебя осуществилось, давай как-нибудь найди время, позвони мне, и мы с тобой поговорим, я тебе расскажу, что можно для этого сделать, да, вот, а можно просто, когда мы приходим на встречу, не карточку, как я говорила, распечатать, а обычную свою визитку, да, сказать, сказать, вот давай выбери, что для тебя важно, и мы сейчас об этом поговорим, да, то есть мы уже пришли к беседе, и потом ему остаётся эта карточка, где он подчеркнул, обвёл кружочком, не знаю, выделил, что для него важно, когда он тоже будет попадаться ему на глаза, он будет видеть это, и он будет в очередной, как бы каждый раз, прочитывая, задумываться, да, действительно, смотри, он мне сейчас рассказал, это действительно мой дополнительный, может быть, доход какой-то, да, то есть, и в то же время, это ваша визитка, которая с вашим телефоном, с вашим, там, вы же сами можете имейл, там, не знаю, может, у кого-то уже свой сайт есть, скайп, ну, не знаю, любую информацию, какую мы можем нанести на визитку, вот, поэтому, вот есть у нас такой шаблон, он, кстати, очень удобен для работы, вот, плюс материалы, которые я уже как бы говорю, что кто-кто меня уже хорошо знает, или вы найдёте мои данные, пожалуйста, есть у нас вот этот флайер, который я могу прислать вам, макеты тоже можно распечатать в вашем регионе, в вашем регионе, вот это внутренняя, это наружная сторона, да, здесь тоже столько всего, что, смотрите, на внутренней стороне, пожалуйста, о транспорте, потом сравнительные графики, загрязнение природы, затраты на эксплуатацию, дальше транспортная аварийность, тоже сравнительный график, потом перспективы, какие у нас есть, о наследстве, да, как мы это делаем, и какие есть у нас уже на сегодняшний день достижения, то есть этот маленький флайер может точно так же помочь провести полноценную презентацию, даже если у вас нет с собой компьютера, планшета, роликов, ну, не знаю, даже телефона в кармане нету, вы по этому флайеру можете провести презентацию, рассказать, чем вы занимаетесь, пригласить человека в бизнес, дать ему свою визитку с основным побуждающим фактором, все, вот эти два инструмента, которые всегда помещаются в вашем кармане, уже для нас очень большие помощники, да, и плюс еще на обратной стороне, вот на тыльной стороне, это такой в развернутом виде лист А4, который складывается втрое, вот, и у нас есть здесь QR-код, просканировав который, можно оказаться в 3D формате, посмотреть, погулять наш экотехнопарк, который находится в Минске, то есть увидеть весь транспорт, увидеть все трассы, которые там построены, да, то есть очень тоже хорошие, ну, и плюс белый маленький участок, где вы можете оставить какие-то свои данные, что хотите, то можете написать, даже если у вас в кармане нет визитки, то есть на самом деле этот флайер, как рабочий инструмент, его мы разрабатывали, обдумывали буквально каждое слово, каждое предложение, для того, чтобы вот сделать такого нам всем помощника в нашей работе, вот, ну, плюс у нас есть корпоративные наборы, которые тоже можно ко мне обратиться, приобрести их у нас, договориться, как их получить, которые нам позволяют при проведении презентации, если мы пользуемся там ручкой, ежедневником, это тоже очень солидно, очень красиво, вот, и хочется сказать, что не нужно нам судить человека по внешнему виду, очень часто бывает, что внешний вид обманчив, или мы встречаемся с человеком, и он оказался не в форме, или не в том месте, не в тот час, да, может быть, он просто на отдыхе, так же, как мы не можем оценить книгу по ее обложке, точно так же, мы не оцениваем клиента по одежде, это я говорю к тому, что если вдруг мы где-то с кем-то познакомились, это не наша деловая встреча, мы, у нас нет с собой там, не знаю, компьютера, мы не готовились к какой-то презентации, но мы встретились с человеком, перекинулись парой фраз, и вы поняли, что этот невзрачный человечек, который вот вам показалось, что, ну, вроде, ну, не совсем то, что бы я хотел видеть в своей команде, но если этот человек заинтересовался, если вы видите, что он проявляет искренний интерес, и задает вам вопросы, то, пожалуйста, приведите презентацию по полной программе, расскажите им абсолютно все, что его интересует, мы не знаем, что это за человек, я говорю о том, что бывают такие наши, ну, как бы новые знакомства, да, вот, не встречаем человека по одежке, в моей практике были такие случаи, когда видишь человека классного, солидного, который там бизнес какой-то, там что-то, там что-то делает, и мы видим, что у него хватка хорошая, и я уже думаю, ну, все, ну, ему 100% это понравится, этот проект, он поймет, какое, какая это золотая жилка, то есть, я понимаю, все супер, такой деловой, такой все, я начинаю с ним говорить, и к нему не достучаться, да, то есть, ну, все, а бывает так, что случайно что-то скажешь, ты видишь человека, а, ему это вряд ли надо, ну, ладно, в всякий случай, там что-нибудь скажу, он же меня спросил, ну, скажу, ну, да, у меня там такой проект, ну, да, я вот туда сейчас еду, или оттуда-то приехал, а он начинает задавать, и задавать вопросы, говорит, блин, я тоже хочу, я хочу, мне нравится, я все, я мечтала о таком, да, вот, поэтому не судим по обложке, а это самое, а делаем презентацию, вот, коль мы сегодня говорим о презентациях, да, то конкретно работаем с этим человеком по полной программе, на все 100% выкладываемся, вот, ну, и четвертый ключ у нас, это получить обязательство, ну, что значит получить обязательство, это конкретно получить его согласие, да, а как он может, как мы можем получить его согласие, конечно же, мы рассказываем ему и о маркетинге, мы рассказываем ему об акциях, мы говорим, с чего лучше начать, да, что вот лучше начать прямо сегодня и сейчас. И не надо тебе откладывать, не надо тебе подумать, коль тебе действительно понравилось, коль тебя это заинтересовало, давай. Вот у нас вот такой маркетинг-план сейчас хороший, классный. Вот у нас сейчас есть вот такие промо-акции, как вот, например, сейчас у нас, у нас когда-то был конкурс «Бизнес-удовольствие», и сейчас, мне кажется, что любой из наших конкурсов можно назвать «Бизнес-удовольствие», Потому что сейчас есть конкурс, можно выиграть тур в Эмираты для того, чтобы посмотреть наш технопарк, нашу инновационную площадку, которая находится в Шарже, в Эмиратах, да, и победители туда поедут бесплатно, они получают этот тур в подарок. Это же тоже получается, что мы ради вот такого вот огромного удовольствия делаем вот сегодняшний бизнес, да, поэтому смотрите, какие есть на сегодня промо-акции, приглашайте людей в них поучаствовать. Вот конкурс еще не закончился, и, пожалуйста, вперед, то есть закончится это, будет что-то новое, и мы просто к чему я говорю, что ключ номер четыре – это получить обязательства, а получить мы обязательства можем каким образом, включив человека, включить его, все, сегодня и сейчас, и не откладываем в долгий ящик. Вот, ну и как пожелания, наверное, как золотые правила для достижения успеха от, уже не от меня, от Алана Пиза, да, больше общайтесь с людьми, потому что наш бизнес как раз построен на знакомствах, на новых людях, на общении с людьми, да, все, все у нас идет на общении, да, мы постоянно общаемся, на вебинарах мы общаемся, на презентациях мы общаемся, на встречах, на тренингах мы всегда общаемся, рассказываем, 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 новости какие, мы не на стройках, да, мы здесь, мы рекламируем, мне даже это слово не нравится, рекламируем, мы рассказываем о проекте, да, мы доносим до людей о том, что на нашей планете происходит хорошего, и мы в этом принимаем непосредственно участие, и мы приглашаем людей тоже принимать участие, поэтому, конечно, чем больше мы общаемся с людьми, тем больше будет успеха у нашего бизнеса, потому что мы же все-таки сегодня говорим о бизнесе, второе правило, больше общайтесь с людьми, и третье правило золотое, еще больше общайтесь с людьми, то есть общение и только живое общение нам приносит успех, и вообще это, это наша жизнь, да, общение это наша жизнь, вокруг нас люди, мы живем среди людей, мы живем в социуме, поэтому очень важно иметь много знакомых, и хорошо, когда все эти знакомства положительные, позитивные, и мы все с ними общаемся на хорошей волне и доброжелательно, вот, всем желаю хорошего вечера, общайтесь с людьми, и заводите новые знакомства, приглашайте их в бизнес, и в следующий четверг мы поговорим о второй части наших правил ведения презентациях, о психотипах людей, и я расскажу и рассмотрю, какие бывают психотипы, и как мы, на что мы делаем акценты в презентациях, общаясь с тем или иным человеком, для того, чтобы, ну вот, опять-таки, попадать в цель, попадать в десяточку, для того, чтобы и человеку было с нами интересно, и нам было бы с ним интересно, нам-то с любым будет интересно, потому что это как бы наш квест такой, да, определить человека и правильно с ним пообщаться, вот, поэтому до следующего четверга, до следующего четверга я с вами прощаюсь, до новых встреч, желаю вам хорошего всем вечера.